Сегодня я хочу отдельно рассказать о семинаре Геннадия Семеновича Чаурина, который я организую этим летом с 5 по 9 августа на берегу Онежского озера. Там одновременно в эти же даты, в этом же месте будет проходить еще два моих мероприятия. Большая летняя карельская застава, это что-то вроде патриотических сборов для подростков от 8 до 16 лет. И встреча друзей-мастеров, уже седьмая. Это хоть для взрослых, хоть для детей. Итак, семинар. В прошлом году Геннадий Семенович приезжал на встречу друзей-мастеров. Там кое-что рассказал участникам. Меня это заинтересовало настолько, что я полетел по его приглашению в Екатеринбург на его семинар третьего начального ранга. Три дня в совсем уединенной деревне, там без связи, электричество было. И вот это меня вдохновило на то, чтобы и здесь, на берегу Онежского озера, во время встречи друзей-мастеров, организовать его семинар. На который я вас приглашаю. Те знания и умения, которые он дает, уникальны. Поэтому не получается сказать, что Геннадий Семенович это вот что-то вроде того, только лучше. Вот нету этого самого с кем сравнить. Даже если брать тематику выживания в экстремальных ситуациях, то его подход совершенно отличается как от западного, как от восточного, так и от того, который в России можно встретить. Тут и состояние должно быть другим в соответствии. Мы другие люди, мы же относимся к северному типу цивилизации, и мышление у нас устроено по-другому. У большинства людей на территории России северный тип мышления. Осознавая это, мы могли бы использовать сильные стороны свои, и в экстремальных ситуациях в том числе. Этот же северный тип мышления нас обязывает к другому способу создания общин, другому способу договариваться о совместных каких-то делах, решениях, и к другому способу выработки новых решений, доселения существующих. Пожалуй, северный тип мышления – это такая золотая нить, которая проходит через все темы, которые Геннадий Семенович озвучивает на своих семинарах. И это ценно, на мой взгляд. То есть, как только у меня, например, появится возможность, я поеду к нему на семинар второго ранга. А потом и в экстремальный поход, по-моему, на две недели, это будет семинар третьего ранга. Меня там интересует тематика ОДИ – организационно-деятельностных игр по Щедровицким. Ну, это люди в возрасте, они должны знать, в советское время это было разработано. И я предполагаю, что Щедровицкие, ну, так как это было советское время, там все по-научному должно быть, и все в соответствии с линией партии, они не стали говорить напрямую, что это знание, этот тип выработки новых решений, этот тип совместных договоров – это от наших предков именно такой. Они подвели под это научную базу, все там методички, все подробно, все очень сложно. Лишь бы это знание из прошлого сохранить вот в сегодняшнее будущее. Ориентированно-деятельностные игры в простом варианте, ее элементы есть и на семинаре начального ранга, который будет сейчас на Нежском озере. На второй ступени еще более сильно ОДИ, и на третьей ступени вот окончательная версия ОДИ. Ну, это что меня лично интересует, и что я бы рекомендовал людям более-менее свободным по времени, по духу и так далее, этим тоже заинтересоваться. Итак, 5-9 августа, совершенно уникальный человек, между прочим, этот человек, я вот отойду, обязательно об этом скажу, что он не просто вот модно стало проводить семинары, и вот он на пустом месте какую-то там свою теорию придумал, и давай все под нее подгонять. Нет, этот человек, во-первых, он пожилой, с опытом проживания в нескольких как бы системах, и он был, то что он вот сейчас действующий член географического общества, что он почетный полярник, и что он был участником экспедиции, которые до сих пор никто не повторил, то что экспедиция была в советское время, а до сих пор ее никто не повторил. И то, что все эти годы, десятилетия точнее, он занимался именно вопросами выживания, как индивидуума, так и сообщества, так и общества в целом, это о чем-то договорит. То есть тут это просто, на мой взгляд, везение и честь быть знакомым с таким человеком, и три дня бесед с таким человеком стоят того. А у нас на Онежском озере будет не три дня, как обычно, а четыре, с 5 по 9 августа. Проживание в своих палатках, основная часть действия это или в чуме, или на улице, как погода позволит. Будет походная баня, будет берег Онежского озера, будут сосны, бор сосновый и черничники. В это время черника обычно как раз уже поспелая. А будет время, можно и на малиннике съездить. Питание трехразовое, вегетарианское. Ну, я думаю, за четыре дня никто не умрет без мяса. Приглашаю от себя лично и от лица Геннадия Семеновича Чиурина. Ссылка на группу ВКонтакте в описании к этому видео. На этом все. Мечтайте о Карелии. Надеюсь, встретимся. Быть добру. Продолжение следует...